Техническое описание кода неисправности OBD2, ошибка дисбаланса цилиндра номер 3 Что это значит? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2 с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Toyota, Audi, Kia, VW, Lexus и т.д. Хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, когда код P219 сохранен, это означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил ошибку дисбаланса в цилиндре номер 3 Для контроля соотношения воздуха и топлива для каждого цилиндра двигателя PSM использует ввод данных от нагретых датчиков кислорода отработавших газов, иногда называемых датчиками воздушного топлива, и датчиков положения коленчатого вала SKP и положения распределительного вала SMP Каждый датчик кислорода выполнен с использованием чувствительного к диоксиду циркония элемента, расположенного в центре вентилируемого стального корпуса Крошечные электроды, обычно из платины, прикрепляют чувствительный элемент к проводным выводам в разъеме жгута проводов кислородного датчика А разъем подключается к локальной сети контроллера SIN, которая соединяет жгут проводов кислородного датчика с разъемом PSM Каждый датчик кислорода ввинчивается или зацепляется в выхлопную трубу Он расположен так, что чувствительный элемент находится рядом с центром трубы, когда отработавшие выхлопные газы выходят из камеры сгорания, через выпускной коллектор и проходят через выхлопную систему Включая каталитические нейтрализаторы, они проходят через датчики кислорода, выхлопные газы поступают в датчик кислорода через специально разработанные вентиляционные отверстия в стальном корпусе и вращаются вокруг чувствительного элемента Вихревой окружающий воздух проходит через проволочные выводы в корпусе датчика, чтобы заполнить крошечную камеру в середине датчика, воздух в крошечной камере, затем нагревается Это заставляет ионы кислорода производить энергию, которая распознается PSM как напряжение, различие между количеством ионов кислорода в окружающем воздухе, поступающим в датчик О2 и числом молекул кислорода в выхлопе приводят к тому, что ионы кислорода в датчике О2 отскакивают от одного платинового слоя к другому, очень быстро и периодически, по мере того как растущие ионы кислорода сдвигаются между слоями платины Происходят изменения выходного напряжения датчика кислорода, PSM видит эти изменения выходного напряжения датчика кислорода как изменение концентрации кислорода в отработавших газах Выходные сигналы напряжения от кислородных датчиков ниже, когда в выхлопе присутствует больше кислорода обедненное состояние, и выше, когда в выхлопе присутствует меньше кислорода обогащенное состояние Датчики положения коленвала и распределительного вала электромагнитного типа, они запускаются стальным кольцом, который вращается вместе с двигателем, сигнал отправляется в PSM в форме шаблона сигнала PSM интерпретирует несоответствие в форме сигнала как изменение оборотов двигателя и, или эффективности цилиндра, если PSM обнаруживает дисбаланс в соотношении воздуха к топливу для цилиндра 3 двигателя, будет сохранен код P219 и может загореться индикатор неисправности МАЛ, большинству транспортных средств потребуется несколько циклов зажигания, с отказом, для освещения МАЛ, какова серьезность этого кода неисправности Дисбаланс цилиндров может быть вызван механической или электрической неисправностью, код P219 и должен быть классифицирован как серьезный и исправлен как можно быстрее, каковы некоторые из симптомов кода Симптомами кода неисправности P219 могут быть, снижение эффективности использования топлива, отсутствие общих характеристик двигателя, сохранение кодов пропуска зажигания или кодов обедненной, обогащенной выхлопной системы, кода Причинами этого кода могут быть, неадекватное сжатие двигателя, дефектный датчик и, кислорода, неисправный датчик SKIP или SMP, обгоревшая, поврежденная, сломанная или отсоединенная проводка и, или разъемы, неисправный датчик массового расхода воздуха или давления воздуха в коллекторе, какие шаги по устранению неполадок P219 Все коды пропусков зажигания, коды датчиков положения дроссельной заслонки, коды давления воздуха в коллекторе и коды датчиков массового расхода воздуха должны быть рассмотрены перед попыткой диагностики кода P219 Двигатель также должен работать плавно и эффективно, если определено, что существует или богатое или обедненное состояние, с двигателем, это должно быть исправлено, поскольку это может быть причиной сохранения P219 Вам потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник надежной информации о транспортном средстве для точной диагностики кода P219 Цифровой осциллограф будет полезен при тестировании выходных сигналов датчиков SKIP и SMP Вы можете сэкономить свое время, выполняя поиск технических бюллетеней по обслуживанию, TSB, которые повторяют сохраненный код, автомобиль, год выпуска, модели и двигатель и выставленные признаки Эта информация может быть найдена в вашем источнике информации о транспортном средстве, если вы найдете правильный TSB, это может привести к быстрому решению вашего диагноза После подключения сканера к диагностическому порту транспортного средства и извлечения всех сохраненных кодов и соответствующих данных стоп-кадра запишите информацию, на случай, если код окажется прерывистым После этого очистите коды и проведите тест-драйв, пока не произойдет одно из двух, код восстановлен или PSM переходит в режим готовности Код может быть сложнее диагностировать, если PSM переходит в режим готовности в этот момент, потому что код прерывистый, возможно, состояние, вызвавшее хранение P219, должно ухудшиться, прежде чем будет поставлен точный диагноз Если код немедленно сброшен, продолжите диагностику, вы можете получить виды лицевого разъема, схемы контактов разъема, схемы расположения компонентов, электрические схемы и диагностические блок-схемы, относящиеся к коду и рассматриваемому транспортному средству Используя свой источник информации о транспортном средстве, выполните визуальный осмотр соответствующей проводки и разъемов, отремонтируйте или замените проводку, которая была обрезана, сожжена или повреждена, если двигатель работает плавно и код P219 и сохраняется Запустите двигатель и дайте ему достичь нормальной рабочей температуры, когда двигатель работает на холостом ходу, а трансмиссия, в нейтральном или парковочном положении, когда сканер подключен к диагностическому порту автомобиля Наблюдайте за входными данными датчика кислорода в потоке данных, сусть и область потока данных, чтобы включить только соответствующие данные, и вы получите более быстрый ответ, если датчики кислорода работают нормально Напряжение на датчиках кислорода PROCAD будет непрерывно работать в диапазоне от 1 до 900 мВ Как только PSM перейдет в режим замкнутого контура, датчики после кошки также будут работать в диапазоне от 1 до 900 мВ Но они будут оседать в определенной точке и оставаться относительно стабильными По сравнению с датчиками до кошки, кислородные датчики, которые не могут работать должным образом, следует считать неисправными Если двигатель находится в исправном состоянии, используйте осциллограф для проверки пиков или скачков напряжения на входах датчиков SKP и SMP В большинстве случаев вы исправите P219 и, исправив механический отказ двигателя Продолжение следует...